Два нижегородских вуза вошли в рейтинг лучших по уровню зарплат для младых специалистов в IT-отрасли. Так, ННГУ занял в рейтинге восьмое место, разделив его с Московским институтом электроники и математики, а НГТУ – 13-е место наряду с Омским государственным техническим университетом и Казанским федеральным университетом. По статистике, средняя зарплата выпускника ННГУ в сфере IT составляет 82 тысячи рублей, а молодого специалиста технического университета – 76 тысяч рублей. По своей специальности в Нижнем Новгороде смогли трудоустроиться почти три четверти выпускников каждого вуза. Да и остальные дипломированные специалисты без работы не сидят. Возьмем, например, 2015 год, к нам обратилось всего лишь 144 человека. Мы обращаем внимание, это 0,3% от всего количества граждан, которые обратились в службу знаний, в заключение государственных услуг. Это очень маленькая цифра, и она нам не создает напряженности на рынке. Помимо показателей по уровню зарплаты и трудоустройства выпускников, ННГУ улучшил свои позиции в национальном рейтинге университетов 2016 года по направлению бренд-университета, заняв 19-ю позицию. И это еще не все результаты. Рейтинги эксперта 28-е тоже поднялись, что было отмечено представители и представители рейтинга. Ну и также они упускают предметный рейтинг, где мы в топ-10 по некоторым отраслям, такие как IT, физика, математика и так далее. Таких результатов обоим в университетам удалось достичь благодаря тому, что студенты активно участвуют в научной работе, да и оборудование и оснащение вузов сейчас на высоком уровне. В нашем университете идет обучение по образованию через науку. Ребята объединяются в проектные конструкторские бюро и разрабатывают сами с использованием новейшего оборудования, новейших технологий те изделия, которые они потом будут уже делать на своих предприятиях. Нижегородские вузы постоянно работают над тем, чтобы улучшить свои позиции в рейтингах. Так, университет имени Лобачевского продолжает ставить перед собой задачу вхождения в топ-100 лучших вузов мира к 2020 году.